Именно поэтому, зная это, многие используют данные, вот такие приемы. Например, очень часто в семьях популярных актеров, допустим, Анджелина Джоли, можно просмотреть ее кинокарьеру, совместную жизнь с Брэдом Питтом, и можно сказать, что в тот момент, когда они усыновляли детей, то в этот момент у них была максимальная популярность. То есть можно ли сказать, что они использовали данный метод? Да. Почему он не популярен, данный метод? Дело в том, что этот метод, его исповедуют в религиях масонства. Поэтому он является таким скрытым, но очень часто именно в масонских ложах и среди масонов, в случае, если человек хочет славы, почета, везения, то он должен усыновить себе сына или усыновить дочку и усыновить в малом возрасте, но сделать так, чтобы этот ребенок никогда даже не подозревал, что он приемный. Относиться к этому ребенку необходимо лучше, чем к своим детям. Если так делать, если ребенок будет в это верить, то тогда жизнь будет великолепной. Тогда будет богатство, почет, успех и так далее. У вас есть ребенок, вы сошли с женщиной или с мужчиной, и есть ребенок, любите его больше своих. А самое плохое, что вы можете сделать, это ненавидеть. Ненавидеть приведет вас к разрухе, бедностью и болезням. А если начнете любить и обожать, говорить, сынок, дочечка, рыбка моя, солнышко, дарить подарки и любить больше, чем себя и своих детей, то тогда будет вам стопроцентный почет, стопроцентное везение, стопроцентное счастье в жизни. Поэтому относитесь к этому именно так. С эзотерической точки зрения, приемные дети, это даже лучше. Не нужно вынашивать, не нужно рожать.